Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава шестая Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Ему, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель. Чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой, в последующее время говоря, что значит сие уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, То скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам.